Добрый день, Татьяна Викторовна. Добрый день, уважаемые коллеги. Книжная неделя – это прекрасно. У меня она начинается уже завтра. Очередным вебинаром про буктрейлер. Я разрабатываю новый подход к ним, новую методику обучения. И когда материал будет готов, обязательно на очередном вебинаре Директ Академии, думаю, я с вами этим поделюсь. А пока книжная неделя еще не началась, поговорим про мини-тесты и презентации по три сервиса и программы – PowerPoint, Genial и Prezi, в которых с ними можно работать. И, как обычно, прежде чем мы перейдем к каким-то конкретным вещам, к конкретным инструкциям, давайте с вами поговорим о том, зачем вообще нужны тесты в презентациях, какую функцию, какую роль они сами по себе выполняют. Я могу выделить три таких основных направления. В первую очередь мы воспринимаем тесты как контроль, как возможность проверить знания, как ситуацию, когда мы тестируем и смотрим, насколько глубоко был изучен студентами материал. Для проведения контрольных тестов нам необходимо записывать результаты и сопоставлять их с конкретным студентом. Но можно проводить и самоконтроль, давать возможность самостоятельно проверить свои знания. Даже не для того, чтобы их оценить, а для того, чтобы убедиться в том, что ваша аудитория видела весь необходимый для изучения материал. Вторая функция тестов – это переключение. Это самая важная для меня функция, когда мы предлагаем переключить внимание, сосредоточиться на материале. И в том случае, когда я, например, смотрю какой-то видеокурс, я обычно занимаюсь чем-то параллельно. И если слышу нужную мне важную информацию, которую хочу запонять, законспектировать, я затем пересматриваю эту видеолекцию. Второй сценарий – когда я смотрю какой-то видеокурс, параллельно занимаясь своими делами, своей основной работой, и в конце мне предлагается пройти какой-то тест. Отвечая на несколько несложных вопросов, я сразу могу оценить, можно ли мне пересматривать этот видеоролик, всю ли информацию я получила, пусть даже при таком поверхностном просмотре, или мне стоит включить его с самого начала и послушать более внимательно. А такие диагностические тесты нужны не только для того, чтобы понять, насколько много материала было пропущено или насколько много материала было понято, но и для того, чтобы переключить внимание, чтобы снова сосредоточиться. И последняя функция тестов – это персонализация. Когда мы персонифицируем контент, даем именно те учебные модули, которые у человека отработаны хуже всего, мы тоже можем использовать тесты. Проходя тест, мы отмечаем те блоки, которые человек не знает, и затем можем предложить ему более качественный, более подходящий именно ему учебный контент. Но это все, что касается именно тестов. А мы будем говорить именно про мини-тесты, которые сами себе представляют экспресс-проверку, которые занимают ровно один слайд. Почему именно вот такая формулировка, почему именно вот так мы подходим к мини-тестам? Для того, чтобы, во-первых, они не ломали структуру презентации, для того, чтобы это была пауза, а не желание полностью выключить слайды и уйти заниматься чем-нибудь другим. Для того, чтобы слайд с тестами уже полностью готовыми, полностью автоматизированными, автоматизированными можно было повторить в любых других презентациях, просто скопировать и вставить, возможно, поменять порядок ответов. Экспресс-тесты могут стоять как в начале, так в середине, так и в конце вашей презентации, в зависимости от того, какой цели вы стараетесь добиться. И проходить такой тест должен, конечно, буквально менее чем за две минуты. Максимально быстро, максимально легко, максимально простым и понятным образом. Ну и как обычно, все то, что должно быть максимально простым и понятным, занимает нас больше времени, потому что нужно сформулировать вопросы, сформулировать ответы, так, чтобы они были понятны, так, чтобы по длине формулировки не было сразу ясно, какой из ответов является правильным. Так, чтобы лучшим образом диагностировать знания вашей аудитории. Чтобы тесты классифицировать, чтобы понять, чем они между собой отличаются, как выглядят, я выписала несколько параметров. Это количество правильных ответов, один правильный вариант, несколько правильных вариантов или все правильные варианты. Количество попыток, которые дается на прохождение. В мини-тестах лучше всего, конечно, давать одну попытку. Это именно экспресс-диагностика, но в некоторых случаях можно дать и несколько попыток. Способ проверки, насколько правильно человек ответил на вопрос. Это может быть статус, например, правильные ответы подсвечиваются зеленым, или пояснение, когда есть какой-то развернутый текст, в котором все точно так же будет понятно. Когда мы будем говорить про PowerPoint, вы можете увидеть, Александра, что в OpenOffice все эти функции присутствуют, не практически, именно все функции в OpenOffice Impress присутствуют, просто они находятся в других местах, иногда скрыты в настройках глубже, чем в PowerPoint. Поэтому инструкция для PowerPoint пригодится вам и в OpenOffice. По этим параметрам мы можем выделить четыре типичных сценария мини-теста. Первый сценарий – это одна попытка. Здесь у нас дается один правильный ответ. Выбирать верный вариант можно только один раз. И можно использовать как статус, так и развернутое пояснение, для того чтобы показать студенту, показать аудитории, какой вариант был правильный, какой вариант был неправильный. Выглядит это примерно следующим образом. Это слайд до начала прохождения теста, вопрос и три варианта ответа. Правильный будет один из них. И когда участник кликнет на одну из этих кнопок, он увидит следующую картинку. Будет развернутое объяснение, почему выбранный им вариант правильный или почему он неправильный. И на слайде появится кнопка «Далее». Довольно просто. Здесь ценность именно будет, в данном случае будет в пояснении. Да, я могу подсветить кнопку зеленым цветом или красным цветом, если ошибся студент, но лучше всего, если вы дадите развернутое пояснение. Тогда будет не только самодиагностика, но и будет какой-то новый для человека контент учебный. Второй сценарий я условно назвала «Допобедного». Здесь будет несколько попыток до тех пор, пока человек не найдет правильный вариант ответа. Но в этом случае возможно, что на ощупь он будет искать правильный вариант. Правильный ответ будет обозначаться статусом без развернутых пояснений, потому что каждое пояснение – это сама по себе подсказка. Просто будет подсвечено каким-то другим цветом правильный вариант ответа. Так будет выглядеть слайд до начала прохождения мини-теста. Вопрос и три варианта ответа. И при нажатии на «Правильный» он будет подсвечиваться зеленым и обозначать, например, что участник получил дополнительные баллы. Или он будет подсвечиваться красным и минусовать баллы. Соответственно, если участник сначала откроет неправильный ответ, а потом правильный, он получит ноль баллов. Если он сразу откроет правильный ответ, он получит два балла. Тоже, по-моему, все довольно просто. Так, следующий вариант – это несколько правильных ответов. В этом случае точно так же мы предлагаем несколько правильных ответов. Попытка только одна, потому что тут перебирать это дольше и сложнее. Одна попытка найти правильное решение. И правильный ответ будет обозначаться также или статусом, или пояснением. Слайд будет выглядеть следующим образом. Когда мы кликаем на какую-то строчку варианта ответа, появляется галочка, обозначая выбор аудитории. Затем вы нажимаете на кнопку «Проверить» и участники видят перед собой вот такую вот картину. То есть появляется дополнительный столбик слева, где показано, какие варианты ответа были правильные, какие варианты ответа были неправильные. Можно сравниться, поставить и понять, где был прав человек, а где он ошибся. Тоже довольно простой вариант. Также можно добавить разворнутое пояснение, можно добавить появление кнопки «Далее», которая появится уже только после того, как были проверены правильные варианты ответа. В некоторых случаях это застопорит прохождение учебного материала до тех пор, пока ваш ученик, ваш студент не ответит на вопросы мини-теста. И, наконец, последний вариант, последний сценарий мини-теста – это последовательность. Варианты правильные все. Вопрос только в том, в каком порядке они должны располагаться. Естественно, попытка только одна, потому что чем больше правильных ответов, тем дольше будет перебор вариантов. И в этом случае мы, конечно, ограничиваем аудиторию только одной попыткой. Но нужно расставить в правильном порядке и потом статусом обозначается, где был человек прав, а где он был неправ. Как один из вариантов – это не мой пример, это с сайта-дедактор. Нужно расставить исторические события в хронологическом порядке. Кликая на строчки, аудитория выбирает, в каком порядке должны идти события, а затем они нажимают кнопку «Проверить» и видят, сколько ошибок они допустили, какие ответы были правильными. И реализовать вот такую последовательность можно разными способами. И сегодня я покажу один из вариантов. Итак, как я уже говорила, в презентациях мини-тесты могут выполнять совершенно разные функции. Это может быть контроль, в том числе самоконтроль, переключение и персонализация. И начнем мы сегодня с персонализации средствами именно сервиса Prezi. Почему я начинаю именно с Prezi? Потому что в этом сервисе нет полноценных возможностей, нет полноценных инструментов для того, чтобы создавать мини-тесты, так как мы привыкли видеть. То есть варианты ответа. Кликаем, смотрим, какой правильный. Сама по себе структура Prezi с бесконечным масштабированием, с бесконечным переключением между разными страницами топика не дает возможности сделать даже обычный тест, потому что слишком много переходов между страницами, слишком много вариантов. И уж тем более не дает возможности сделать мини-тест, который полностью упакован в один единственный слайд. Поэтому для Prezi я предлагаю следующий вариант. Мини-тест, который будет встать в начале самой учебной презентации и выполнять функцию персонализатора, позволять ученику идти по одному или по другому образовательному маршруту. Можно 3, 4, 5 и так далее вариантов. Для персонализации я возьму вот такой вот слайд. Здесь будут два персонажа. Один будет задавать вопрос, а второй предлагает два варианта ответа. Один из них правильный. Он показывает то, что ученик внимательно изучил предыдущий материал. Второй будет, соответственно, вести на ветку неправильного решения. Обращу внимание, что вот в этом мини-тесте вопросы должны быть сложными и комплексными. И ответы между собой должны отличаться какими-то небольшими, но существенными деталями для того, чтобы вот именно иметь возможность в одном вопросе понять, учил студент или не учил, понял предыдущую тему или не понял. То есть это не короткий вопрос со своими тремя вариантами ответа, это вопрос именно развернутый и такой же развернутый должен быть на него и ответ. Я переношу своих персонажей в веб-сервис Prezi, создаю первый слайд, в данном случае, что называется overview, это домашний слайд, персонажей и тексты, пишу тексты вопросов, так как, по моему мнению, они должны быть сформулированы. Теперь я буду создавать внутреннюю структуру презентации. У меня будет две стопки страниц. Одна стопка будет лежать под правильным ответом, другая стопка будет лежать под ответом неправильным. Как это будет визуально выглядеть? В меню создания новых страниц, вот здесь вот она, в левом верхнем углу зеленая кнопка topic, я буду выбирать вариант stack, стопка. То есть мне нужно создать именно стопку. Первый вариант, планетарный, это как раз на бесконечное увеличение, на бесконечное зуммирование. Мне же нужны обычные переключающиеся один за одним слайды. Поэтому я создам две стопки, два stack, и у меня на главном слайде они отобразятся следующим образом. Вот два серых круга, я перекрашу. Зеленый будет вести на правильный вариант ответа, красный будет вести на неправильные варианты ответа. Сейчас внутри каждой стопки лежит по одному слайду. Вот два, три. Третий, последний слайд, это всегда возврат на предыдущие. И получится в каждой стопке у меня лежит сейчас по одной страничке. Я захожу внутрь этой стопки, то есть кликая, например, на соответствующий круг или кликая в структуре презентации на соответствующий слайд и дополняю уже учебным контентом. Начну я со стопки неправильного ответа и добавлю сюда несколько слайдов, столько, сколько мне будет нужно для презентации учебного материала. Но начну я с повторения. Если мой ученик выбрал неправильный вариант ответа, возможно, он что-то не понял. Я могу повторить то, о чем я говорила на прошлом занятии, выдать ему краткий конспект, на нескольких примерах вернуться к предыдущей теме и объяснить ее более подробно, более понятно. И только потом, в данном примере, начиная с четвертого слайда, я начинаю выдавать материал, относящийся к новой теме. Опять же, я могу выдавать его более подробно, святывать какими-то старыми темами для того, чтобы закрепить его у немного отстающего студента. Теперь тот же самый контент я переложу в зеленую ветку. В презе нет возможности, как в PowerPoint, например, скопировать прямо слайд, продублировать его, переложить в другое место презентации. Поэтому я буду просто выделять слайд, Ctrl-A выделять все элементы на нем, копировать и вставлять на новый слайд, но уже на зеленой ветке. В этом случае я сразу начну с новой темы. То, что на мини-тест ученик ответил правильно, говорит о том, что предыдущую тему он, скорее всего, понял. И я могу сразу начать с нового учебного контента. И поскольку у меня больше времени нет, необходимости повторять, я могу в эту тему углубиться более полно, добавить несколько слайдов, которые дадут больше информации тому студенту, который успевает идти по выстроенному образовательному маршруту. Таким образом, у меня получится в самом начале нашей презентации короткий диагностирующий тест. Понял человек материал или не понял. В зависимости от его ответа он пойдет по ветке. Материалы в ветках будут одинаковы. Мне не нужно будет прописывать по два варианта на каждый слайд. Я просто скопирую и вставлю. Но будет разная структура. В красную ветку, в ветку неправильного ответа, я добавлю материалы из предыдущей презентации. Это может быть тоже самое прежде. Я зайду в предыдущую, скопирую и вставлю контент. В зеленую ветку я добавлю более подробные, более развернутые материалы. Можно в мини-тесте использовать не два варианта ответа, а три варианта ответа. Понял полностью, понял частично, не понял ничего. И уже в зависимости от этого пересобрать структуру вашей презентации. Как правило, если речь идет именно про учебный контент, про учебные презентации, которые вы готовите, то это не та презентация, которая будет готова, скорее всего, с первой попытки. Возможно, если вы работаете с учебными курсами, с учебными материалами, вы сделаете две-три презентации. До этого может быть перезапуск курса. Может быть, вы будете работать с предшественниками, с другими классами. И только потом, когда у вас наберется достаточно много учебного контента, который достаточно будет просто скопировать и вставить, вы сделаете презентацию, которая будет начинаться с вот такого персонализирующего мини-теста. Мини-теста, простите. Итак, прези сам по себе для создания мини-тестов довольно слабо подходит, но в нем мы можем сделать такой интересный вариант с ветками развития событий. Можно сделать действительно, как я обмолвилась чуть раньше, и квест в формате слайдов, где на каждом слайде нужно выбирать разные варианты ответа и в зависимости от этого двигаться по той или по иной ветке. Но сделать совершенно свободный квест в таком случае сложно. И, кстати, об этом мы будем разговаривать с вами на другом моем треке, посвященном переупаковке учебного контента. А сейчас движемся к следующему сервису. И вторым сегодня я покажу вам мини-тесты, которые можно создать в сервисе Genial. Genial в этом плане подходит лучше. У него есть возможность выбрать несколько вариантов ответа. Можно сделать полноценные тесты с переключением по разным слайдам. Но для мини-тестов возможности Genial тоже довольно ограничены. Создать тест можно внутри как презентации, так и зайти при создании нового единицы учебного контента зайти вот сюда в раздел «Мо», «Больше». Это восьмой по счету ярлычок при создании нового контента в Genial. И посмотреть здесь те варианты, которые предлагает сам сервис. Вот интересные варианты для мини-тестов находятся в разделе «Геймификация». Здесь много забавных, интересных примеров, которые даже если не пригодятся для ваших занятий, по крайней мере вдохновят на что-то, что вы можете подготовить самостоятельно. Большинство игр здесь, большинство тестов созданы в формате полноразменным. Это переключение между слайдами. То есть полноценный тест Genial предлагает, что у вас будет несколько слайдов, и между ними будет ученик переключаться на одном слайде будет написан вопрос, на другом будет написано, вы ответили неправильно, на третьем слайде будет подсчитано количество правильных ответов и так далее. Таким образом, Genial подразумевает, что вы будете делать отдельную презентацию на тест, а не тесты внутри слайдов. Ну и внутри слайдов мы можем сделать что-то более-менее похожее на мини-тест. В Genial мини-тесты больше подходят не для самодиагностики, а для переключения внимания. Тут нет возможности запретить выбирать повторный. То есть человек может кликать по вариантам ответа столько раз, сколько ему нужно. Поэтому нет возможности сделать именно полноценную диагностику. Просто обратить внимание участника ученика на какие-то отдельные вопросы или моменты. И в отличие от PowerPoint, нет возможности настроить сложную какую-то цепочку. Genial в этом плане довольно примитивен. Как это будет выглядеть на практике? Внутри презентации вы создаете новый слайд, пишете на нем вопрос и варианты ответа, а затем настраиваете интерактивные элементы. Как мы проговаривали на предыдущих вебинарах, достаточно кликнуть на любой элемент. Это может быть картинка, это может быть текст. Нажать на кнопку интерактивных элементов и вам предложат 4 варианта. Это может быть всплывающие подсказки, это может быть окно, может быть переход на другую страницу и может быть переход на ссылки. Из всех этих вариантов для мини-теста нам нужен, конечно, вариант окно. Почему? Потому что tooltip всплывающие подсказки появляется автоматически, когда человек просто наводит мышку на вариант ответа. А нам нужно, чтобы именно по клику появлялось окно с дополнительной информацией. В Genial нет возможности сделать мини-тест со статусом. Здесь нужен вариант как раз с развернутым пояснением. То есть вот в этом небольшом окне вы пишете именно развернутый текст, почему выбранный вариант правильный или неправильный. Обратите внимание на верхнюю строку. Справа здесь есть настройки окна, большое, среднее и маленькое. Для мини-тестов лучше выбирать маленькое. И маленький размер будет выглядеть следующим образом. Когда вы кликните на вариант, появится вот такое вот окно, которое будет закрываться уже в дальнейшем трестиком. Конечно, самый-самый прекрасный вариант, который, к сожалению, Genial не дает возможности сделать, прямо вот в этом появляющемся окне, дать ссылку на следующий слайд. А тогда мы могли бы как раз сделать и персонифицирующий мини-тест, если человек ответил неправильно предложить ему какую-то дополнительную информацию к изучению. Но, к сожалению, если вы выберете вариант переход по ссылке, вы увидите, что здесь все довольно примитивно. На первую, на последнюю страницу, на следующую и на предыдущую. То есть никаких более сложных вариантов нам Genial не выдает. Поэтому в данном случае единственный вариант, который вы можете предложить вашей аудитории, это мини-тест с развернутым пояснением. Но, в отличие от PowerPoint, здесь есть возможность не только кликать на правильный вариант ответа, но и выбирать его с помощью перетаскивания. Как это выглядит? Вы точно так же размещаете единицы контента на экране. Здесь, например, вариант термина и определения. Я предлагаю своей аудитории найти соответствие между термином и пояснением к нему. Кликаю на элемент, который должен перемещаться. И вот в верхней панели настройки элемента кликаю на последний значок, на иконку руки. Или Ctrl D нужно нажать на клавиатуре. Это дает возможность в режиме просмотра в Genial элемент перемещать, просто-напросто перетаскивать его мышкой. Как это выглядит в готовом виде, можно посмотреть в разделе генификации. Здесь есть такой интерактивный элемент, как timeline, куда нужно подставить соответствующее изображение. То есть дата, событие и нужно подставить изображение. Все вот эти элементы будут просто-напросто спокойно, в кружке, спокойно двигаться мышкой. О чем вам говорит иконка в правом верхнем углу. Здесь две иконки. Правая подсвечивает все интерактивные элементы, а левая говорит о том, что есть элементы, которые можно мышкой передвигать. В правом нижнем углу вы видите кнопку solution, решение. И при нажатии на нее как раз появится окно, где картинки будут расставлены уже в правильном порядке. То есть здесь точно так же реализован принцип пояснения, почему картинки должны быть расставлены именно таким образом. Только здесь, мне кажется, сверстно не очень хорошо из-за того, что не появляется на экран. Я считаю, что пояснение в джиннале должно умещаться как раз на один экран и должна отсутствовать вот такая вот полоса прокрутки, как есть в этом примере. Она не очень удобна и мешает воспринимать информацию. Итак, мини-тесты в джиннале, как правило, поддерживают сценарий несколько попыток на решение. Один правильный вариант – проверка ответа через развернутое пояснение. Ну и, наконец, последний сервис. PowerPoint, в отличие от других, дает нам очень и очень много интересных возможностей по созданию мини-тестов. Я думаю, создавать полноценные тесты в PowerPoint умеет каждый из присутствующих на вебинаре. Но особенность мини-теста, как я уже подчеркивала, это то, что он должен быть сверстан прямо на одном слайде для того, чтобы, во-первых, не сильно менять, не сильно переделывать структуру самой презентации, для того, чтобы была возможность всегда его скопировать и вставить в другую презентацию, и для того, чтобы ученикам было сложнее его пропустить или подсмотреть правильные ответы. Особенности программы в том, что можно создавать действительно сложные цепочки за счет триггеров. Можно разработать те четыре сценария, которые показывал в самом начале, любой из этих вариантов и придумать что-то еще более интересное. Но перетаскивать объекты, в отличие от Genial, здесь возможности нет без подключения макросов. А как вы знаете, в последних версиях и PowerPoint, и iSpring конвертера нет возможности перевести макросы в интерактивный формат, если вы превращаете вашу презентацию в код для вставки на сайт. Варианты, как я уже говорила, очень и очень разнообразны. Много интересных примеров вот таких интерактивных презентаций я нахожу в группах учителей английского языка. Они активно пользуются презентацией, они и разрабатывают что-то довольно интересное. А также на сайте Дедактор там не только показаны интересные примеры, но и разбирается механика, как они были созданы. Основной инструмент для создания и тестов, и мини-тестов, и интерактивных игр – это, конечно же, триггер. Объект, на который реагирует анимация. Во вкладке «Анимация» его можно найти вот здесь, когда вы выделяете какой-то анимированный элемент, какую-то строчку анимации, можно щелкнуть по иконке «Молнии» и настроить триггер, то есть тот объект, по нажатию на который анимация будет запускаться. И для того, чтобы показать процесс работы над мини-тестом прямо пошагово, так как он… чтобы это были не просто скриншоты, а я показала не только, как я использую инструменты, но и как я и думаю над логикой мини-теста, я хочу поделиться с вами своим экраном. Пожалуйста, нажмите огонек, если вам видно моё окно PowerPoint. «Поинт». «Поинт». «Благодарю». И я покажу работу над двумя разными мини-тестами, собранными в программе PowerPoint. В первом случае я выберу сценарий, один вариант ответа и развернутое пояснение. У меня на слайде также написано вопрос, три кнопки для варианта ответа и кнопка «Далее». Как вы видите, ничего другого сейчас на экране нет, то есть здесь нет никаких скрытых объектов. Я включаю панель область выделения, и вот они здесь подписаны. Я могу кликнуть на любую строчку, и она у меня подсветится. Чтобы легче разбирать, чтобы легче настроить и триггеры, и анимацию, и порядок слоёв, удобно, конечно, переименовать правильным образом. Я всегда стараюсь переименовывать, особенно если этот слайд будет использоваться в дальнейшем в каких-то других презентациях, или если я делаю шаблон, который затем будет расшарен, например, для участников моего курса. Поэтому если вам в руки попадет какая-то из них презентация, вы сможете разобрать её и посмотреть даже просто по названию словёв, какой из них, какой объект, для чего в данном случае нужен. Итак, вопрос, три варианта ответа и кнопка «Далее». Я хочу сделать мини-тест, в котором будет пояснение. При нажатии на какую-то кнопку будет появляться развернутое пояснение, и я не хочу давать возможности своим ученикам проходить этот мини-тест повторно. У них не будет возможности кликнуть ещё раз на какой-то вариант ответа. Самый простой вариант верстки в этом случае закрыть окном с пояснениями все кнопки. Я рисую ещё один прямоугольник. У меня их будет два. Один будет зелёный, правильный вариант ответа, и один будет красным, это будет неправильный вариант ответа. Так, давайте всё-таки красным. Точно так же их переименую. Будет верно и неверно. Так как они располагаются над кнопками и располагаются выше в порядке слоёв, то доступа к кнопкам не будет. Также при появлении пояснения я хочу, чтобы появлялась кнопка «Далее». Таким образом, мне нужно сейчас настроить следующую цепочку анимации. Щёлкая на какую-то клавишу, появляется соответствующее окно ответа, и через какое-то время кнопка «Далее». Так, пока нет вопросов. Я могу включать-выключать, видимо, слоёв, если мне они каким-то образом мешают, если я не вижу какой-то элемент. Например, сейчас мне удобно скрыть пояснение для того, чтобы получить доступ к самим кнопкам. Я включаю анимацию, и мне нужна анимация вот этого пояснения, зелёного прямоугольника верно. Он должен появляться, я добавляю анимацию появления, при нажатии на триггер, правильный вариант ответа. То есть я выделяю тот объект, который должен появляться, добавляю анимацию и добавляю тут же в настройках соответствующий триггер. В области анимации будет выглядеть следующим образом. Строчка, появление, то, что зелёная звёздочка – это эффекты появления, и сверху надпись, по какому триггеру эта анимация будет вызываться. Соответственно, для пояснения в случае ошибки я точно так же добавляю анимацию появления и выбираю триггером неправильный вариант ответа. Поскольку у меня неправильных вариантов ответа два, я снова выделяю красное пояснение, вновь добавляю к нему анимацию, только теперь уже в качестве триггера выбираю следующую кнопку. Сейчас в области анимации у меня вот так вот. Три блока. По нажатию на кнопку 1, по нажатию на кнопку 2 и по нажатию на кнопку 3. Точно так же я хочу теперь, чтобы при появлении пояснения отображалась кнопка «Далее». Я выбираю кнопку «Далее», добавляю к ней также анимацию появления и теперь просто-напросто мышкой перетаскиваю в соответствующий блок. Мне нужно добавить ещё раз две анимации для того, чтобы появление кнопки лежало в каждом из этих блоков. И для того, чтобы она появлялась не по клике, я нажму, что она будет появляться после предыдущего, после определённой задержки. После предыдущего задержка. Если вам нужно применить анимацию не к одному элементу, то есть три раза к одной кнопке, а, например, к трём разным элементам, вы можете пойти другим путём, настроить анимацию на одном элементе, а затем нажать кнопку «Анимация по образцу» и применить ко всем остальным, для того, чтобы не настраивать анимацию каждый раз индивидуально. Нет, это не на другом слайде. Обратите внимание, что мы работаем именно внутри одного слайда. Сейчас всё, что мы делаем, проходит именно внутри одного слайда. Здесь же располагаются все кнопки, здесь все пояснения, все вопросы, все ответы, и никаких других дополнительных слайдов нам не нужно. Для чего это необходимо? Когда я зайду во вкладку «Переходы», я для этого слайда отключу смену по щелчку и смену по времени, и длительность слайда выставлю тоже на минимальной. Перейти на другой слайд в данном случае можно будет только после того, как появится кнопка «Далее» и только на неё нажать. Или управляющими кнопками в правом нижнем углу, стрелками на клавиатуре. Но как обычно мы кликаем на слайд, он перелистывается на следующий, такой возможности у вашей аудитории не будет. Кнопка «Далее» появится только тогда, когда они ответят на вариант ответа, неважно, правильно или неправильно они ответили. Я сейчас включаю видимость, и при просмотре слайда пояснение кнопки не видно. При нажатии появляется зелёное пояснение, через какое-то время появляется кнопка «Далее», по которой можно будет перейти на другой определённый слайд. Чтобы на кнопку «Далее» повесить переход на слайд, мне нужно будет выделить её в меню «Вставка», «Перейти на действие» и выбрать, на какой конкретно слайд я хочу, чтобы моя аудитория имела возможность перейти. Точно так же, если вам нужна персонализация, если нужно дать возможность при неправильном ответе перейти на один слайд, а при правильном на другом, вы вот эту вот кнопку «Далее» просто-напросто скопируете, у вас будет первая «Далее» и вторая «Далее». Одну вы добавите вот в блок правильных ответов, а вторую добавите в оба блока неправильных ответов. И таким образом ваша презентация дальше разветвится в зависимости от того, какой ответ дали студенты. Теперь следующий вариант мини-теста на другом слайде. Обратите внимание, в структуре каждый мини-тест занимает строго один слайд. Точно так же я настрою сейчас переходы, чтобы не было возможности перейти куда-то дальше. И теперь буду настраивать здесь объекты и анимации. Я хочу предложить своим ученикам решить следующую задачу. У меня есть шесть изображений или шесть текстовых блоков. Их нужно кликнуть в правильном порядке. Поскольку это мини-тест, поскольку это самодиагностика, мне нет необходимости записывать варианты ответов, все будет довольно просто. Если не кликают на правильный вариант ответа, тот, который должен сейчас идти по порядку, он исчезает. Если неправильный, то не исчезает, появляется грозная надпись, звучит какой-то неприятный звук и так далее. Так, насколько вам хватит фантазии. Итак, шесть блоков я хочу сделать так, чтобы по клику на них они исчезали. Выделяю первый. Во вкладке «Анимация» добавляю анимацию исчезновения. Красная звездочка возьму вот вариант с исчезновением. И сейчас я просто возьму анимацию по образцу и применю к каждому следующему. Вот у меня шесть строчек анимации. Точно так же я добавляю к ним триггеры. Теперь триггеры должны вести сами на себя. Кнопка «Видимости» — это не какая-то отдельная кнопка. Вот здесь вот в области выделения, справа от каждой строчки, от каждого слоя, есть значок «Глаза». Когда вы на него кликаете, появляется или исчезает. Кстати, да, здесь еще не переименовано. Я дам просто имена под цифру. Вот эту презентацию, то, что мы сейчас сделаем на этих слайдах, эти два мини-теста, я сохраню и загружу в материалы вебинара. Вы сможете скачать и поработать с ней самостоятельно, разобрать на запчасти. Теперь каждую анимацию я привязываю к триггеру на нее саму же. То есть кнопка будет исчезать после того, как мы кликнем на нее саму. Как видите, здесь очень спасают полноценные названия. По ним можно четко понять и определиться. Когда вы рисуете фигуры, они автоматически называются прямоугольник номер такой-то, текстовый блок номер такой-то. И такие длинные названия вот здесь во вкладке триггеров, в настройке, они не видны полностью. И по ним ориентироваться довольно тяжело. Поэтому я обычно пишу вначале цифру, например, четвертая кнопка, пятая кнопка, а не кнопка 4, кнопка 5, потому что конец названия, как правило, съедается. Итак, сейчас я настроила триггеры по клику на объект, он исчезает. Все просто. Но теперь мне нужно сделать так, чтобы можно было кликнуть, можно было дать возможность исчезнуть только тому объекту, который нажат в правильном порядке. И для этого нам нужны невидимые области. я нарисую сейчас прямоугольник, который будет перекрывать доступ к кнопкам. и скопирую его несколько раз. В области выделения я расположу их в порядке слоеного торта. Во-первых, я исправлю порядок кнопок, чтобы они шли так, как должны быть. А затем между каждым рядом кнопок я помещу по вот этому вот прямоугольнику. Ага, один лишний. Я могу поправить их, аккуратно поставить друг на друга, но в принципе это не самое важное. Вот, сейчас у меня прямоугольники, которые должны исчезать после нажатия соответствующей кнопки, открывая доступ к следующей. Мы не можем нажать сейчас на кнопку 3, потому что наш курсор до нее не дотягивается, она под другими слоями. Но поскольку мы вот эти синие прямоугольники все сделаем невидимыми, пользователь этого видеть не будет. И только когда будет нажат вариант номер 2, появится доступ к варианту номер 3 и так далее. Слой за слоем. Довольно простой принцип, но иногда требуется больше времени, чтобы до него дойти, чтобы понять, как он технически осуществляется. Итак, теперь я выделяю соответствующие слои и заставляю их исчезать вместе с вариантом ответа. Точно так же во вкладке «Анимация» я добавляю им анимацию «Исчезновение», более резкую, более быструю анимацию, и перетаскиваю к соответствующему триггеру. Так, карта «Девятый» и последний. Если сейчас включить в режиме просмотра, то выглядит это будет следующим образом. Так, где-то ошиблась. Ага. Потому что он не поставил на строку «Исчезновение» с предыдущей. По клику исчезает и появляется возможность нажать на следующую кнопку. То есть исключительно в правильном порядке. На шестой кружок, на шестой вариант ответа я могу как раз повесить появление кнопки «Далее». Теперь все прямоугольники я могу выделить с зажатой клавиши «Контур», выделить сразу несколько объектов и в формате я их перекрашиваю. И вот здесь будьте, пожалуйста, внимательны. Контур можно просто отключить, поставить «Нет контура». Но если вы выберете в заливке фигуры «Нет заливки», то у вас не будет возможности кликнуть мышкой на вот этот определенный прямоугольник. Прямоугольник не сможет быть интерактивным объектом, потому что у вас не будет вот этой области заливки, по которой кликать. Поэтому правильно в заливке фигуры выбрать другие цвета заливки, любой цвет, и просто поставить ему 100% прозрачность. Теперь на эти прямоугольники я хочу, например, поставить звук ошибки. Я выбираю прямоугольник, иду в меню «Вставка», «Действия» и выбираю один из звуков. Я могу взять какой-то из стандартных или загрузить свой. Мне кажется, это очень хорошая возможность для кастомизации записать, например, в данном случае голос преподавателя, который скажет «Нет, там Бородинское сражение проходило не в этом году. Вспомни, что было перед ним, что было после». Опять же, это создаст такой определенный эффект присутствия. Отлично. Вот теперь есть звуковые эффекты. Как только я вешаю что-то на прямоугольнике, как только я их делаю триггерами для другого действия, в данном случае триггерами для запуска звука, у меня курсор становится активным. Видите, он со стрелки превращается в руку на самом прямоугольнике. И за счет этого кажется, что кликнуть можно на любой вариант. Но если я кликаю на неправильный, звучит звук, и ничего не происходит. Если я кликаю на правильный, исчезает сам вариант, исчезает невидимый аудиторий прямоугольник, а курсор по-прежнему остается активным. Поэтому я считаю, что очень важно на вот эти невидимые объекты вешать либо какое-то действие, а еще лучше вешать на них какой-то звук. Так, PowerPoint у меня 2016-я версия. Вот эти возможности есть, начиная с 2007-го PowerPoint. Принцип еще раз следующим образом. Наш слайд выглядит как слоеный пирог. Варианты ответа чередуются с невидимыми. То есть они все-таки не полностью прозрачны, прямоугольники, они просто невидимы. У них есть какой-то цвет, но он на 100% прозрачен. К каждому объекту повешено какое-то действие. На правильный вариант ответа, повешен вариант исчезновения самого варианта ответа и лежащего ниже прямоугольника, на прямоугольнике, закрывающий вариант ответа, повешен триггер звука. За счет этого кажется, что все кнопки доступны, все кнопки интерактивны, хотя на самом деле не так. Только когда исчезают объекты верхнего слоя, только в этом случае мы получаем доступ к слою следующему. У меня нет неверных вариантов ответа. Это мини-тест на последовательность. То есть нужно кликнуть варианты ответа в правильном порядке. Это могут быть даты. Это могут быть какие-то термины, которые нужно кликнуть в определенном порядке. Сортировка в алфавитном порядке от меньшего к большему. От того, что открыли раньше, открыли позже. От того, что мы изучали раньше, что мы изучали позже. То есть здесь как раз все варианты ответа правильны, и важен только их порядок. Так, я сейчас сохраню этот вариант презентации под названием «Пример мини-тестов» и загружу его в материалы вебинара, чтобы у вас была возможность его скачать. Вы же пока можете задать вопросы, предложить какой-то свой вариант теста. Я добавила и разрешила скачивание. Для того, чтобы определить количество неверных попыток, то есть для того, чтобы использовать его для контроля, нужна более сложная структура. Это уже будет не мини-тест, а полноценный тест. И это делается с помощью макроса, который считает количество нажатий. То есть готовые макросы можно найти на дедакторе. Например, в презентации, которую я показывала, там как раз вшит такой макрос. Либо написать его самостоятельно. Но, по-моему, полноценный тест все-таки удобнее проводить в другом интерфейсе, нежели чем в слайдах Powerpoint. Про тесты, мини-тесты, про другой интерактив, про настройку слайдов презентации через триггеры, через макросы. Мы будем говорить на курсе основы учебной презентации, который, как уже Татьяна Викторовна сказала, начнется 12 мая. У нас будет 8 вебинаров, 8 тем, и один из них будет полностью посвящен интерактивным инструментам. Мне кажется, что современная качественная учебная презентация должна давать пользователям привычный для них интерфейс, интерактивного взаимодействия, кликабельных элементов, того, чтобы кнопки реагировали на нажатие, потому что наша с вами аудитория, те, кого мы называем цифровыми аборигенами, они автоматически переносят свои ожидания от веб-страницы, от веб-интерфейсов и на интерфейсы презентации. И также кое о чем мы будем разговаривать на следующем бесплатном вебинаре этого трека, он будет проходить на следующей неделе, будет посвящен теме навигации, того, как вашу большую объемную презентацию можно качественно структурировать, разделить на части и дать возможность пользователям переходить из одного раздела в другой привычным и удобным для них способом. Так. Как я уже говорила, то, что работает в Powerpoint, будет работать в полной мере и в OpenOffice. Я проверяла некоторое время назад. Просто функции спрятаны дальше для того, чтобы найти вот эти же настройки с переходами слайдов, с макросами, с триггерами, приходится по меню проходить дольше. И, если не ошибаюсь, в последней версии OpenOffice в этом плане я лучше не оставлю. Спасибо вам за внимание. Если вы придумаете какой-то свой интересный вариант мини-теста, если вы сделаете что-то, и оно у вас почему-то не заработает, всегда можете обратиться ко мне по e-mail и задать свои вопросы, я всегда с удовольствием отвечаю. Да, в Powerpoint 365 точно так же. Те же самые настройки, те же самые кнопки. В 365-м отключили элементы ActiveX, то, что позволяло не подключать макросы, а какие-то вещи делать менее красивыми, но встроенными внутрь самой программы способом. А все, что касается триггеров, все, что касается анимации, осталось в принципе таким же. Спасибо большое. Я тоже люблю проводить с вами вебинары. Вы прекрасная, активная аудитория и задаете очень интересные вопросы. Что ж, я вижу уже надпись о том, что сертификаты будут сформированы в течение трех-пяти минут после окончания вебинара. И в таком случае я передаю слово Татьяне Виткровне, чтобы она рассказала, как...